Всем одиноким этой ночью большой привет! Сегодня мы с вами снимаем второй выпуск нашего одинокого ночного анбоксинга. Я смотрю, вам это слово прям понравилось, да, ребята? Ну, анбоксинг, анбоксинг, да, анбоксинг. Это типа как формат такой на ютюбе, как челлендж, как летсплей, никто эти слова не переводит, поэтому с подключением, ребята. Это анбоксинг, спокойно. У меня за спиной сегодня снова коробка с инструментом, который мы привезли под заказ для нашего клиента, но, как видите, на ней не гитарный бренд, а написано Chicago Music Exchange. Это название магазина, который находится, как несложно догадаться, в Чикаго. И помимо того, что он просто безумно красивый, большой, и я знаю, про что я говорю, он для нас всегда был источником вдохновения. И вообще это очень важная отдельная история. Помимо того, что это премиальный дилер всех наших любимых американских брендов, с начала 2010-х годов благодаря одному человеку из обычного магазина, который, кстати, на тот момент уже существовал 20 лет, он превратился просто в топовый магазин гитар. И произошло это благодаря Дэвиду Кальту, который приобрел этот магазин. Он продал долю в своей трейдерской компании и вышел оттуда долларовым миллиардером и купил Chicago Music Exchange. И с этого момента началась вся движуха. Вот вы наверняка видели видос, где чувак без клеек одним дублем играет 100 рифов, который сейчас уже собрал там 40 миллионов просмотров. После этого еще куча было похожих видосов, но оригинал был снят именно вот этим магазином. И Дэвид Кальт сам говорил в интервью, что он, в принципе, очень любит гитары, очень любит музыку. И он погружался во все процессы магазина, буквально там стоял за кассой, за прилавком слушал людей. И вообще покупка магазина — это был первый шаг на пути к реализации большого-большого-большого проекта. И спустя три года он запускает сайт Reverb.com. Тот самый Reverb, на котором мы покупаем инструменты и привозим их для вас. Я думаю, что у вас сейчас картинка немножко сложилась. Вы даже наверняка замечали внешнее сходство вот в оформлении сайтов Chicago Music Exchange и Reverb. Да, там даже вот перекликаются цвета и так далее. В общем, стало немножко понятнее. А почему я сделала такое длительное вступление про Chicago Music Exchange? Потому что любимым исполнителем нашего Дэвида Кайта был Том Петти. А это что значит? Что внутри коробки у нас? Давайте мы ее распакуем. Где мой нож? Вы не видели мой нож? Нашла. У нас здесь Рейкенбакер, потому что Том Петти неразрывно ассоциируется с этими гитарами. Пару слов о Рейкенбакере. Во-первых, считается, что это первые производители электрогитар. Во-вторых, они жуткие консерваторы. В этом году этой калифорнийской компании исполняется 90 лет. Они до сих пор красят гитары только в 4 серийных цвета. В России этот бренд не купить. Некоторые модели вообще очень сложно достать. И при этом этот бренд неразрывно связан с историей рок-н-ролла. Начиная от Битлз, заканчивая такими группами, как Р.И.М. Кортни Лав, конечно же. Ну ладно, короче, давайте смотреть, что там внутри. У Рейкенбакеров очень классные кейсы. У них такие прикольные застежки, которые такие... Чик! Запах новой гитары. Это у нас 330-й Рейкенбакер. Самая популярная модель в черном цвете, который называется Jet Glow. И самый неприятный, конечно же, для камеры. Вообще, Рейкенбакер большие новаторы. Это же они придумали и сквозной гриф, и гитары с подсветкой, и стереогитары. И грифы с продольной переклейкой нескольких кусков. И вот смотрите, у меня в руках модель, которая поступила в продажу в 58-м году. Это на два года раньше, чем даже песни Элвиса, которая у нас звучала в начале. И здесь вклеенный гриф, полный, 24 ладо, с прекрасным доступом к ним. Как тебе такое, Лео Фендер? Вот здесь вот эта волшебная пятая ручка, которая всегда всех наших гостей вводит в заблуждение. Никто не знает, как она работает. Если вы знаете, напишите в комментариях. И, конечно, фишка Рейкенбакера в том, что они покрывают палисандровые грифы лаком. Видите, как он блестит? Никакого лимонного масла не нужно. И да, Рейкенбакеры до сих пор производятся только в Америке. И в России достать их крайне сложно. Напишите в комментариях, что вы думаете вообще про бренд Рейкенбакер. Играли ли вы когда-нибудь на Рейкенбакерах? Напишите свои мысли. Вот такой вот у нас сегодня с вами был красавчик Рейкенбакер. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на наш канал. Я и дальше буду распаковывать классные редкие инструменты. А на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.